Шалом раха! Сегодня мы хотели бы углубиться в митцву, в заповедь, который связан между людьми. И митцва называется бикур холим. Это заповедь бикур холим, которая переводится навещать больных. Сам перевод уже неправильный. Бикур холим не имеется в виду, что как я навещаю своего друга, своих соседей. Также я должен навестить своего больного, человек, который болеет, он в больнице, прийти к нему, принести ему конфеты, цветы, посидеть там и пойти дальше. Это не бикур холим, это не называется выполнить заповедь, который говорится помочь больному. Бикур холим, бикур это от слова левакер, это анализировать, это ледрожь, искать. Это очень критический подход, когда мы приходим к человеку, который больной. От нас требуется досконально понять, что ему требуется, как я могу ему помочь. Как один известный раввин, когда он навещал одного больного, он потом, он сидел, как-то очень скрутился весь, и вот так вот он достаточно долго не двигался. И когда его спросили, что он делает, он говорит, что я хочу представить себе, понять, вот этот человек, он весь в гипсе, он не может повернуться, он не может почесаться. Я стараюсь понять, прочувствовать, как ему помочь. В шелханарух приводится, что как выполнять эту заповедь. И там очень потрясающе написано, что на самом деле, митцвак долаги, это очень важная, очень большая заповедь. Потому что тем, что ты будешь находиться там, ты будешь за него молиться. Ты попросишь милосердие у Творца, что, Ашем, помоги, пожалуйста, этому человеку, он настолько болен. Если мы слышим, мы слышали, что кто-то болеет, кому-то плохо, это одно. Когда ты приходишь туда, у тебя будет гораздо больше чувств, и твоя молитва, твое обращение к Творцу будет гораздо сильнее. Поэтому само посещение больного, это средство к тому, чтобы помолиться. Рамбан пишет, если человек пришел к больному человеку, и он даже ему что-то помог, он с ним поговорил, но он не помолился за него, он не выполнил эту заповедь. Сказано в Тур, что в немца Киилу Михайето, значит, что мы видим, что он дает жизнь этому человеку. В Гимале сказывается, что Рэбе Акива, один раз он узнал, что один из его учеников заболел. Он отправился туда, жил далеко, и оказалось, что никто не заботится о нем. Он пришел туда, он открыл окна, чтобы был свежий воздух, он начал мыть пол, он все привел в порядок. И после этого этот ученик действительно благодарил его, он говорит, что Рэбе, ты спас мою жизнь. Так мы видим, что Михайето, ты даешь ему жизнь. И когда кровью в них носа меняют. Есть также важное значение, что время, когда ты приходишь к этому человеку, который болеет, это должно быть особенно, когда ему это удобно. Есть специальные времена, которые приведены для этого. Опять же, тоже нельзя навещать одного больного, если в тот момент мы помещаем другим, людям, которые отдыхают. Это делать не то, что я выполняю митцву, я что-то сделаю хорошее. Нет, ты должен посмотреть, чтобы действительно это была максимальная польза для этого человека. Также не оставаться слишком долго у него, если ему тяжело от этого, часто ему тяжело говорить. Мы видим, что другая польза рассказывает, что часто я видел сам, что врачи, когда они видят, что к этому больному есть большое внимание, к нему приходит много людей, они о нем заботятся, о нем спрашивают, они лучше к нему относятся. Да, это звучит жестоко, это несправедливо, но так это происходит, что видим, что сама вся ситуация вокруг него, они видят, что так как много внимания обращаются к нему, и они узнают, что если что-то не так, тогда тоже врачи, медсестры, они лучше относятся к этому человеку. В Нейбраке есть больница, которую построил доктор Ротшильд, который приехал из Швейцарии. Он взял этот проект, ему нужно было собрать сотни миллионов для этого, и в конечном итоге он построил эту больницу. Он сказал, что это место не будет называться больницей, бейт-холим на иврите, потому что бейт-холим или больница, это как будто бы, что это место для больных, как, к сожалению, бывает, что человек ложится в больницу, у него что-то было плохо, что-то было не так, он выходит, у него потом гораздо больше проблем. Он говорит, нет, это будет место исцеления. И так это, нигде не написано, что это огромнейшая, очень современная, очень уже известная больница. Она называется Дом исцеления. Манейшуа. Источник избавлений. В этом больнице есть трав, на который сам тоже достаточно известный раввин, Равз Диккерман. Он, когда он проходил по больнице, он видел, что входит туда Равз Шмуль Вознер, Равз Шмуль Алей Вознер, известнейший постсайк, известнейший галактический авторитет нашего времени. Он совсем недавно умер. Когда входит Рав Вознер, с ним идет целый ряд людей. И Равз Диккерман решил использовать эту возможность. Он подошел к нему и сказал, что Раву, у меня не задали вопрос, и я не знаю ответа. Да. Это не... Это хорошее качество. Если Рав иногда не знает, это тоже не... Ничего там плохого нет, он скажет, он не знает, он все знает. И Рав Вознер сказал, да, он слушает. Равз Диккерман сказал, что в интенсивном, в месте больницы, где МИУН, где ухаживают за, лечат самых тяжелобольных, находится человек, которого у него начинают отказывать все его органы. Он уже не может даже не сходить в туалет, он не может двигаться практически. И он спросил его, он задал ему вопрос, могу ли я говорить утреннее благословение, шаасали коль царки, что, Ашем, ты сделал так, что ты сделал для меня все, что мне нужно. Ты дал мне все, что мне требуется. Я не могу двигаться, я не могу за собой как-то следить. Как я могу сказать благословение? И Рав Зиккерман сказал, что я не знаю, у меня не было ответа. И тут Рав Вознер это тоже показывает, когда Рав ему задает вопрос. Обычно нужно не просто вопрос и сказать, это можно, нельзя, кошерно, некошерно. Нужно посмотреть, что за этим вопросом стоит. Да, на самом деле есть человек, и за человеком есть целая его жизнь. И Рав Вознер спросил, могу ли я его навестить, могу ли я его увидеть, могу ли я с ним поговорить. Да, это не отель, это место, это... И Рав Зиккерман сказал, что я организую его, нет проблем. И они прямо там же, они направляются туда. Рав Вознер уже в очень высоком возрасте, но он решил, что он должен поговорить с этим человеком. Они приходят туда, и действительно выглядит очень-очень страшно этот человек. Он весь в всяких трубах, проводах и так далее. И он еле-еле там, как-то может видеть, но он видит, что Рав Вознер, известный шаровин, пришел его навестить. И тут Рав Шмон Вознер обращается к нему и говорит следующее. Говорит, я учился в ешеватахмал-люблин. В Люблине это была первая классическая ешева нашего времени. И там Роме Шапиро, основатель этой ешевы, основатель тоже дафьоми, учение «Каждый день одного листа Талмуда», я очень был близок к нему. И один раз он сказал мне, не хочу ли я прийти с ним в больницу, где он хочет навестить нового больного человека. Сказал, да, конечно. Мы отправились туда. Когда мы пришли туда, мы были в шоке, потому что этот человек, который там был, от него не осталось почти ничего живого. Он был весь перебинтован, опять же, тоже все. И со всех сторон нам просто люди плакали, врачи сказали, что нет никакого возможности ему помочь. Но когда мы посмотрели на него, мы увидели, что он сам, он улыбается, он сияет. И мы подумали, может быть, он не знает, что происходит, или ему дали морфий, что-то, как это может быть. И когда он увидел наше удивление, то он сказал, он обратился к нам, он сказал, что, смотрите, что я могу сейчас делать? Я могу молиться? Не могу. В моем состоянии невозможно. Могу учиться? Нет, у меня уже ничего, нет невозможности. Могу сделать хэсэд, какие-то добрые дела, пойти помочь кому-то, что-то сделать хорошее. Нет возможности. Единственное, что у меня осталось, единственное возможность, что у меня есть, это радоваться, это улыбаться, это быть счастливым, что у меня есть еще возможность, еще как-то, еще минута, еще час, еще день жить. И вот это у меня осталось, и единственное, что у меня есть, и это я не буду делать, это все, что у меня есть. Неужели вот это я тоже потеряю? И Раввозналь поделился этой историей с этим человеком. И сквозь провода и все эти аппараты можно было увидеть, что у него какой-то был намек на улыбку. Через несколько дней, через несколько недель Равв Зиккерман пришел к Раввознеру и сказал ему, что он просто хочет ему сообщить, что на самом деле сегодня вот тот смертельно больной человек, которого уже доктора не знали, что, как ему помочь, он сам на своих ногах вышел из больницы. Говорит, с того момента, когда вы были там, и вы ему это рассказали, вся его ситуация, все его органы, все его самочувствие радикально начало улучшаться. Это то, что имеется в виду, это то, что имеется в виду, что мы можем дать человеку очень многого. Это наше внимание, наша теплота, наша забота. Это может изменить, действительно, как Тур пишет, это Михаэл, то это дает ему жизнь. И поделюсь еще одной очень особенной историей, она не очень дорога. В Лондоне есть один раввин, его зовут Рафхазан. Рафхазан, у него была племянница, назовем ее Шошана. Этой племяннице, она в очень раннем возрасте, она заболела. Уже в 10 лет нашли болезнь, и она, сколько бы ей не помогали, делали химотерапию, и что бы делали, она от этого месяца, месяцами находилась в больнице, но, к сожалению, ей уже стало 11 лет, врачи не могли ей помочь. Рафхазан, он очень любил свою племянницу, он делал все возможное, чтобы ей помочь, чтобы как-то ее мотивировать, чтобы дать ей еще какую-то радость. Но когда ему сообщили, что все, врачи уже сказали, что это вопрос дней, может быть, неделя, но они не в состоянии продлить ее жизнь, то Рафхазан думал, он хочет что-то сделать для нее еще, он хочет как-то ей облегчить это, как-то ее вдохновить. И он придумал, что у него есть друг, друг он пилот вертолетов, он летает на вертолетах. Он спросил его, возможно ли взять племянницу и полететь вместе с ней над Лондоном, и показать ей это, это очень особенная такая вещь, и наникает ей понравиться, как-то ее развеять, отвлечь от все, что с ней происходит. И тот сказал, что, пожалуй, для тебя, для нее я сделал это с удовольствием. И они договорились, они встретились на вертолете, она приехала, она была очень рада. И он спросил, куда ты хочешь полететь? Ты хочешь полететь над Биг Бэнг, над этой башней, или над мостом, старый город? Какие части Лондона тебе хотелось бы увидеть? И она сказала, она знала, что с ней, она сказала, что она, ей хотелось бы увидеть последний раз свою школу. Бейт Яков, школа я девочек, где она ходила, она говорит, что у меня есть очень хорошие воспоминания, ассоциации с ней, подружки, учительницы, они всегда к ней были так теплые, они взяли, она помнит еще свои, какие-то, она была нормальным ребенком, как все. И она хотела бы туда полететь. Ну, Рафхазан был очень тронут, он сказал, что хорошо, я должен, он узнал телефон директрисы этой школы, и позвоните, чтобы предупредить, если они прилетят вдруг на летолете, там, и там, чтобы они испугались, это еврейская школа, что это там, он позвонил ей, сказал, что во-первых, я хочу вам благодарить, что видите, у моей племянницы настолько хорошие воспоминания, такие, хорошие впечатления оставився от этой школы, она хотела бы специально туда полететь, и мы, можно у вас попросить разрешение полететь над школой? Она сказала, да, нет проблем, конечно, прилетайте, все будет хорошо. Они начали лететь, они летели над Лондоном, я показал ей разные места, так красиво, и потом, так как это было немножко за городом, они направились туда, и в течение 15, за 15 минут они уже долетели туда. Когда они приближались туда, пилот, который рассказывал во всем, он показывал, что это там, что это он, пояснял, вдруг он замолчал, и Рафхазан говорит, что он увидел в нем, что у него глаза стали немножко мокрые, потому что он, пилот, который сидит впереди, он увидел, что он видел эту школу, оказывается, за эти 15 минут директора школы, она собрала всю школу всех девочек, они поднялись на крышу, они сделали форму сердца над крышей, так что, когда они прилетали наверху, то Шашан, эта девочка, она могла увидеть все свои, всех своих друзей, всю свою школу в форме сердца. и это очень важно, это действительно одна митва, которую так или иначе мы можем всегда исполнить. Люди больные, люди одинокие, кто бы то ни был, каждый из нас может подумать, как этому человеку сделать приятно, как жизнь их улучшить. Это внимание, это забота, и практически вещи, которые действительно можно им помочь, это меха этого, это дает человеку жизнь. Спасибо. Продолжение следует...